Президент Молдовы В США находится другой политик, ниже рангом, но олицетворяющим правящую коалицию. Влад Плохотнюк с президентом, разумеется, не встречается, но зато делает заявления, которые принято тщательно анализировать. Словом, во внешней политике происходят события, заставляющие в который раз задуматься, о куда движется страна, какие векторы нынче доминируют и как это скажется на самой Молдове. Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И я представляю моих гостей. Сегодня это Корнелю Чури, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И глава Бюро ТАСС в Республике Молдово Валерий Демидецкий. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте начнем с визита президента Игоря Дадона в Беларусь. Вот чего в нем все-таки больше, политики или экономики? Господин Чури. Ну я думаю, что все-таки и присутствует и тот, и другой элемент, но в первую очередь политический фактор доминирует. Господин Дадон нуждается в визитах иностранных президент Республики Молдова. Это человек, который в первую очередь совершает эти визиты и принимает гостей. Я совершенно не иронизирую. Мне кажется, что внешняя политика является одной из главных прерогатив президента. И, кстати, конституция даже написана. Естественно. И я думаю, господин Дадон в некоторой степени лишен вот этого момента. Из-за того, что все-таки политика у нас двухвекторная и один вектор не срабатывает для господина Дадона. То есть те визиты, которые раньше совершались и президентами, и другими политиками на Запад, для него пока что заказаны. И в этом смысле у него меньший горизонт для посещения. И Беларусь одна из тех стран, которые отвечают взаимностью на такое пророссийское, провосточное направление. И, естественно, для господина Дадона, для президента Молдовы, который представляет провосточный вектор, это естественное направление, которое консолидирует его позицию как провосточного политика. И поэтому он там должен присутствовать, и он посещает эту страну. Спасибо. Валерий, вы как полагается? Я думаю, что с Беларусью нас связывают серьезные экономические отношения. Даже те предприятия, которые посетил президент, это и тот же тракторный мы закупаем, трактора. Мы закупаем там, наш мэр там закупает троллейбусы. Вот, тем не менее. Не жалуясь, что он покупает их у диктатора, последнего диктатора Европы. Но собираем мы их здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы мы побольше собирали, чтобы и наш тракторный действовал. Есть чему поучиться у Беларуси. Я сегодня читал то, что писал президент о своем визите. Конечно, есть чему поучиться, потому что белорусы сумели, в отличие от нас, сохранить то, что им досталось в наследие от Советского Союза. Машиностроение, приборостроение. И они это делают успешно. Более того, я вам скажу, что любой посол от Белоруссии, если он не работает в этом направлении, у него нет успехов в продажах, расширения рынков сбыта и так далее, он долго не задерживается на должности. То есть, господин Лукашенко не держит послов для светских бесед, выпивок и так далее. Он требует от них жесткой работы. И в этом деле, конечно, у нас стоило бы поучиться, потому что, по моему глубокому убеждению, мы должны сохранять рынки на Востоке, мы должны расширять рынки на Западе и расширять рынки на Востоке. То есть, мы должны быть многовекторными, для того, чтобы выжить в этом непростом мире. Я уточню, просто вы начали говорить об экономике. Вот все-таки экономические аспекты увидели. Вы полагаете, что они были главными? Нет, не только главными. Потому что принято говорить, ну как, смотрите, Молдова говорит о том, что устами президента, говорит, что хочет стать членом Евразии с полноправным. Вот осенью в Сочи будут рассматривать, утверждать наш статус наблюдателя. Вы знаете, чем интересна Белоруссия? На Белоруссии было сумасшедшее давление. Да, 2006 года санкции. Но, тем не менее, как видите, сегодня Лукашенко стал уже лицеприятным, чуть ли не там основным формирующим минский формат, принимающим у себя. С ним уже считается, с ним уже разговаривает. О многом позабыли. Почему? Потому что он четко следовал и знал интересы своей страны. В этом отношении нам стоит поучиться у него. То есть, он действовал от интересов своей страны, все время танцевал. И в этом отношении, конечно, он для нас большой пример, я бы сказал. Почему? Потому что программа восточного партнерства, которую предложили, которую Белоруссия, в отличие от нас, не подписала вместе с Азербайджаном, с Арменией, показала и вот нынешняя ситуация в Евросоюзе, нынешний расклад и то, что есть раздрай между... Уже сегодня наметился после Гамбургского саммита, наметился раздрай между США и Европой, говорит о том, что расширения ЕС не будет. И вот как бы мы оказались в этой серой зоне. И нам все говорят уже сегодня, ребята, вам придется выживать собственной головой. Работайте, расширяйте рынки. То есть, никто вас брать на буксир не будет. Та же ситуация с Евразийским Союзом. Когда нам говорят, что стоит избрать какой-то вектор и каких-то трагедческих партнеров, и все хорошо пойдет, это глупости. Мы сегодня обречены дружить со всеми. И мы сегодня должны думать о том, как бы не вляпаться в ту ситуацию. Вы знаете, как сказал один человек, я здесь не могу привести один политолог, такой в приватной беседе, здесь в телевидении, он сказал, что когда очень большие, у нас называют в Молдавии марли-путерь, начинают мериться мужским достоинством, только очень большой дурак предоставит им для этого свое мягкое место. Поэтому мы должны не вляпаться в ту ситуацию. Я много говорил, у меня много есть вопросов к руководству Молдовы, я могу их критиковать и за экономику, и за далее. Но я им очень благодарен за то, что они еще не наступили в ту лужу и не сделали, не поставили нас на грань вот этого раздрая, этого конфликта. Нам надо думать, как нам жить дальше. Ну это понятно. А дальше вот только ехать на евразийской интеграции, на европейской интеграции, это продается пока еще, хорошо. Но все хуже и хуже. Люди спрашивают, а что мы завтра будем делать, куда мы будем трогать товары, что мы будем производить, как будет жить трава, страна. Позвольте склиниться, все, о чем вы говорите, это как бы звучит достаточно красиво. Он сейчас Корнелия все-таки начнет комментировать, я попрошу его. Понимаете как, тут нашего одного желания мало. Иногда эти организации, да, они достаточно полярные, и они говорят так, ну либо люби нас, либо люби тех. Ну так не может быть, дорогие, чтобы вы были и там, и там. Вы же в курсе. Я с вами соглашусь, особенно в связи с тем, что все-таки мы накануне предвыборного года. И по моему взгляду, да, предвыборная компания уже, несмотря на то, что она должна была быть начаться уже с начала следующего года, да, так как выбор у нас планируется в осень. Вы о парламентских сейчас говорите. Ну о главных выборах страны, где будет ржаться вопрос власти в стране, в конце концов. Мы все знаем. Так вот, мне кажется, уже полным ходом идет эта избирательная кампания. Мы на сегодня видим, да, что господин Дадон консолидирует свой электорат, да, он ездит довольно-таки успешно, у него визит на Востоке, я видел, как его принимали в Баку. Вот, и на очень таком высоком уровне, и разговоры были очень такие интересные, да, и были и решения, и какие-то намеченные были планы. Вот сегодня уже господин Калмык в Баку, и по итогам этого визита, да, вот как бы Дадона, хотя об этом не пишет правительственная пресса, но тем не менее там как бы решаются какие-то конкретные дела для нашей страны. Вот, поэтому то, что господин Плохотнюк поехал в... Если позволите, мы чуть-чуть позже к господину Плохотнюку, я пытаюсь, чтобы господин Чуря сказал мне свое мнение по этому поводу. Ну, я думаю, что, в общем, господин Демидевский прав, то есть дружить тогда нужно и с теми, и с другими. Но тоже вы правильно заметили, что это не всегда получается, и это не всегда зависит от тебя, потому что геополитическая борьба не была отменена, и она, в принципе, идет полным ходом. Я должен вам сказать, вот как-то мы идеализируем Беларусь. Да, вроде бы в последний месяц, два месяца там ситуация успокоилась, но надо отметить и тот факт, что в Беларуси до недавнего времени был сильный кризис в российско-белорусских отношениях, связанных с тем, что Беларусь позволяет себе более такую независимую позицию. Господин Демидевский говорил о том, что эта страна, и господин Лукашенко, ратует и защищает свои собственные интересы, но из-за этого возникают серьезные конфликты, и последний конфликт был именно с Россией, который все же был улажен, но я не исключаю, что эти конфликты будут возникать вновь и вновь. Поэтому, конечно, для господина Додона важно приезжать в Беларусь. Мы видели, что эта страна важна для президента, и посол Республики Молдов в Беларусь был назначен все-таки исходя из интересов президента, а не правительства и правящего большинства. То есть это, скажем так, стратегическая страна для президентуры. В то же время ситуацию нельзя идеализировать. Там существуют серьезные потенциальные проблемы, которые могут возникнуть. И евразийский вектор, который олицетворяет Россия, но ни в коей мере, я думаю, пока что не олицетворяет Беларусь, он там еще, скажем так, не утвержден. Я соглашусь, я очень хотел бы, чтобы у нас возникали с Россией именно такие проблемы, как возникает у Лукашенко, когда он начинает торговаться за газ, за нефть, за интересы своего государства. Они ругаются, но они потом приходят, подсчитывают баланс в отношениях, что выгодно России в Беларуси, что выгодно... Они находят эти общие решения. Тем не менее, вы знаете, я не понимаю идеальных отношений. Понимаете? Не бывает таковых. У нас даже в Евросоюзе разные... У нас с ними тоже далеко не идеальные отношения. Да-да. И с Евросоюзом у нас неидеальные отношения. И внутри Евросоюза неидеальные отношения, учитывая Brexit и другие вопросы. То есть, как бы, это все нормально. Из этого не надо делать трагедию, когда люди с чем-то не соглашаются, расходятся. Иногда делают резкие заявления. Но, тем не менее, потом встречается и приходит к какому-то консенсусу. То есть, как бы, что-то решает вместе. Это не катастрофа. В отношении Беларуси можно сказать, что, на самом деле, ситуация с 2006 года, когда после выборов президентских, мы помним, это послужило причиной, да, введения санкций, их не признали. И все это, собственно говоря, началось. Но, понимаете как, вот именно благодаря, возможно, тем моментам, о которых вы говорите, в взаимоотношениях с Россией, как-то действительно удалось Беларуси сбалансировать. Вот, прекрасно. Я так считаю, они это сумели сделать. Вот вчера Канада сняла санкции с Беларуси. Это последняя, да, новость, то есть, в отношении этой страны. А то, что касается экономики, у нас оборот всего 200 миллионов, обещается, да, вот. И, кстати, он упал. Он упал, он был намного решен. 200 миллионов? Да. В 2016 году, как бы, и считается... Люда, у нас стратегическим партнером в Соединенных Штатах Америки товарооборот 30 миллионов. И они у нас стратегический партнер. Валерий, вы понимаете, Соединенные Штаты стратегические... А, по-моему, он не стратегический. Да. В программе правительства России вычеркнуто, с которой был полмиллиарда оборот, вычеркнуто из стратегических партнеров. А США и Евросоюз признают из стратегических партнеров. Но этот партнер, что не признается Америкой. Нет, это, секундочку, это мы так считаем. Это мы так считаем, да. Это важный нюанс. Ну, я, конечно же, гражданин своей страны. Понимаете, если мое правительство считает так, то так. Но я всякий раз шучу, когда мне спрашивают, почему с Россией вот такие сложные отношения, барга и так далее. Я говорю, что Россия просто хочет довести свои отношения с Молдовой до уровня стратегического партнерства. 30 миллионов долларов в год. И тогда будет, наверное, наше правительство задумается и вернет их в стратегические партнеры вместе с Соединенным Штатом Америки. Поняла. Заявление сделал перед своим визитом президент Дадон. Это заявление тут же бросили все комментировать. Но мне интересно ваше мнение. Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти. Тогда будет порядок. Вот все, как начали сосредотачиваться на президентской системе и жесткая вертикаль власти. Вот так это, по-моему, продолжается и по сей день. Вы как это заявление поняли? Я нормально воспринимаю такие заявления. Мне кажется, что... Нормально? У нас же власть, коалиция говорит, у нас парламентская республика. Парламентская, но все равно сейчас в Молдове тоже строится вертикаль, которая желает быть похожей больше не направления Тимофтия, а направления Воронина. И поэтому смысл усиления власти, построения вертикали, она не снимается. Она есть у нас. Потому что мы, скажем так, не полностью западноевропейская страна. Мы европейская страна, но в которой сильны, скажем так, восточные мотивы. Поэтому для нас сильная власть очень важна. Для тех же реформ, скажем так. Для того, чтобы была сильная политическая власть, которая могла бы продвигать что-то. Потому что без власти, к сожалению, в нашем регионе мало что двигается. Наше гражданское общество, оно может только брать деньги у западных партнеров. И тогда она активна. Если нет западных партнеров, все гражданское общество, скажем, исчезает. Я бы все-таки сказала НПО больше. Ну да. И НПО, и гражданское общество. Это отдельная тема. Мне тоже она нравится. И поэтому, да, я думаю, что мысль верна. Но, конечно же, господин Дадон имел в виду себя, а не правящее большинство. Он имел в виду, что нужно, несмотря, скажем так, на рекомендации Венецианской комиссии усилять власть президента. А здесь, конечно, не согласятся демократы и правящее большинство, потому что они считают, что, скорее всего, нужно усилять позицию премьера. И вот в этом, я думаю, спор. Но Дадон не входил в детали, поэтому, я думаю, продолжать нет смысла. Я думаю, что, я соглашусь с коллегой, что у нас действительно выстроена уж такая вертикаль власти. Даже без президента, если считать. Всем известно, и это очень раздражает западных партнеров по развитию. О том, что у нас сегодня власть контролирует один человек, и судебную, и юридическую, и так далее. И все движется в одном направлении, управляется из одного центра. Всем все понятно. Мы даже знаем, из какого. Из какого, да. Господином Плохотнюком. Поэтому я хочу вам сказать, что если у господина Плохотнюка был соответствующий рейтинг, ну, тут видите, можно только сказать, что вот у меня вызывало всегда удивление, почему при таких, никто так не тратился на пиар, на телеканалы, как он, но вот такой результат. Наверное, надо спросить этих людей, которые ему делают пиар, в чем дело. Но это не наш вопрос, скажем так. Но здесь, видите, какая ситуация. Начну немножко издалека. Когда-то революционерка Вера Засулич написала письмо Карлу Марксу, в котором спросила, стоит ли делать революцию в России. Письмо Карлу Маркса обратно, Вере Засулича, примерно было так. Выберите страну, которую не жалко. Не надо этого делать именно в России. Это письмо было спрятано Плехановым. Ленин его не увидел, очень обиделся. И мы тогда, Россия вляпалась после слабого Николая, после эксперимента Ленина, вляпалась в то, что вляпались. И заплатил очень высокую цену для того, чтобы вырваться и сохранить конкуренцию с мировыми странами. То же самое у нас происходит. Почему? Потому что в стране строят демократическое общество, свободное общество, гражданское общество, где люди получают нижайшую зарплату и готовы голосовать за пачку риса. Ну, это наивное предположение. Естественно, я соглашусь с коллегой, что здесь бесцивилизованная диктатура какой-то, вертикали власти, которая выведет это все на какой-то уровень. Новый термин, господин Чурин. Надо запомнить, цивилизованная диктатура. Нет, я бы хотел, чтобы это была не диктатура воров, понимаете? Воров и жуликов, которые вывезут все за рубеж, а страну бросят как оголтелый бантустан. Мы знаем, в той же Африке, и в той же Латинской Америке, и в той же Азии есть страны, которые 70 лет уже проповедуют демократическую систему, многопартийные выборы, свободную рыночную экономику, а с деревьев не слазят. Понимаете? И только то, что мы сегодня кричим очень много, а по уровню развития мы опустились на уровень бантустана и габона, понимаете, вот по человеческому развитию, по рейтингам, это очень многом говорит о том, что здесь демократия сегодня. Только очень наивный человек может болтать на семинарах Сороса. Там, знаете, хомячки обошлись. Тем не менее, у нас болтают. Все-таки, знаете, я вам скажу, что я хомячков в детстве отлюбил. Поэтому мы не будем об этом говорить. Вот вы выросли в моих глазах по этому поводу, что вы их в детстве еще отлюбили. Но я хочу все-таки, если позволю, очень много вопросов. Я хотела бы ответить. Поэтому я думаю, что если, только завершу, что если у господина Плохотняка сегодня получилось бы выстроить только вертикаль власти, премьерскую, быть избранным премьером и жестко повести страну в каком-то результате, то он был доволен. Но для него есть большая проблема. Понимаете? Проблема именно удержать власть на будущих выборах. На будущих выборах не позволить никому... Ему надо стать премьером, тоже проблема. Эту власть отобрать. То есть вертикаль еще не выстроена? Не выстроена. Хорошо. Нет, она выстроена, но она еще не освещена. Понимаете? То есть корона еще не надета, не ставилось коронование. Мы же все-таки зависимы от внешних партнеров. Они должны прийти, присутствовать при одевании короны, благословить и так далее. Я этого благословения не вижу. Я вообще хуже думаю. Я думаю, что у нас вообще нет никакой вертикали. Потому что у нас, знаете, все зависит от того, кто приходит к власти. Вот был Воровин президент, у нас центр власти. Понятно, что был парламент, большинство, но он был где? Да, был словно. Он находился в здании президента. Но, Людмила, давайте, скажем так, первую часть правления Воронина, первую часть, конечно, это совпало с общим трендом экономического подъема. Да, были экономические... Но в Молдавии, и люди его запомнили, и они второй раз пришли и проголосовали за него. Это тоже был результат. Был какой-то порядок. Другой вопрос, что было во втором сроке, и что там случилось, это дальше мы не будем говорить. Мы не говорим, мы не анализируем результаты управления. Я предлагаю вам, мы затронули сейчас тему Влада Плохотнюка. Давайте теперь плавно перейдем к тому, к тем заявлениям, которые он делал в Соединенных Штатах Америки. Он, по-моему, еще все-таки сегодня тоже этот визит продолжается. Вот, знаете, не все уверены, что только идеи социнтерна вдохновили Владимира Георгиевича, чтобы он поехал туда, выступал, говорил вещи, на мой взгляд, интересные вещи, он там говорил. А вот есть еще ряд причин, и причины кроются в самих отношениях Молдовы и с западниками, я имею в виду сейчас представителей ЕС, и с Соединенными Штатами. Давайте все-таки разбираться в этом по порядку. Господин Чурин, вы как считаете? Вот он поехал в Соединенные Штаты только для того, чтобы участвовать в социнтерне, либо есть все-таки цель переговорить с нашими партнерами, вот Валера так делает на этих словах, вот, американскими о той ситуации, которая происходит у нас сейчас. Нет, я делаю так, только по той причине, что у нас есть такая фраза, знаете, мы живем в эпоху таких мифов, которые связаны. Партнеры по развитию. Я спрашиваю, партнеры хорошо, развитие где? Да, если можно, вот на эту ситуацию. Ну, конечно же, он должен был поехать на те мероприятия, которые организуются в социнтерне, ведь он является один из многих вице-председателей. Это называется совет. Да, и, кстати, Плохотнюка иногда так обвиняли, что он, несмотря на то, что он является одним из многих вице-председателей, он не едет за рубеж, особенно в Америку, потому что ему туда как-то нельзя из-за разных преследований. Вот его визиты, у него тоже есть проблема визитов, как Юда Дона, и он ее решает вот таким способом. И едет, недавно был в Брюсселе, кстати, такой волевой визит, я бы сказал, был в кризисной ситуации, когда ставился вопрос 100 миллионов, и этот вопрос еще не решен. Пока прогнозы нехорошие, по словам самого же Топиол. То есть, я не знаю, насколько был волевой визит, но результаты не очень. Прогнозы, политическое решение принято в пользу выдачи этих денег, но, конечно, вот, например, Топиола, конечно, нас поразил совсем недавно таким заявлением, которое никто из европейских чиновников не делал, на то, что существует впервые политическая обусловленность выдачи этих денег, чего никто из официальных чиновников ЕС. Мне кажется, это было скорее определенная отсебятина господина Топиола, так, последняя нота пребывания его в качестве посла, он сейчас уже уезжает куда-то на Тайвань, по-моему, и, конечно, может расслабиться. Так, может, наоборот, может себе позволить правду сказать? Да, или он сказал правду, но, видите ли, все-таки мы говорили когда-то перед вашим уездом, что все-таки играют в шахматы политики и плохотнюк в данном случае. И вот такой момент, он непозволителен, потому что играют по определенным правилам. И по этим правилам нельзя политически обуславливать, говорить официально. Можно, но это нельзя говорить официально. И то, что он высказал эту идею, я думаю, она еще будет обсуждаться в некоторых кругах. Ну, это про визит плохотнюка в Брюссель, который был частично успешным. Теперь он в Америке. Это другой фактор поддержки для нынешнего правящего большинства. Оба фактора полностью, к сожалению, не срабатывают. И Евросоюз не является абсолютным сторонником Молдовы, даже меньшим, чем США. Да, вот в последнее время Штаты поддерживали гораздо больше. Ну, помним, да, но, госпожа Нуланд, не забудем никогда. Ну, известно вот это политическое видение, что в каком-то смысле Плохотнюк и Дадон, они, несмотря на то, что являются соперниками друг к другу, и они ими остаются, в то же время они хотят как-то мирно поделить вот эту политическую арену на две части. И Плохотнюк претендует на западную часть, скажем так, всего на западное полушарие. И тут у него возникают проблемы, потому что его полностью не принимают ни Евросоюз, ни США. И отсюда вот нужда в этих визитах. И, кстати, отсюда и его кодифицированные месседжи. Вот вы сказали про те заявления, которые говорил Плохотнюк, особенно про то, что касается Приднестровья, вывода российских войск и изменения формата. Он столько времени, пока жив реваншизм, он заговорил о реваншизме, пока продвигается экспансионистская идеология, местные конфликты могут вспыхнуть в любой момент. Вот ни у кого нет сомнений, кого он обвиняет в реваншизме. А я не понял, да. Вы не поняли? А может, он имел в виду тех, кто разбомбил Ирак, Ливию, Сирию, разворошил, убил сотни тысяч людей под знаком гибридной войны, что якобы там будет демократия. На самом деле там сейчас открылись рынки невольников, отрезает людям головы. Знаете, люди вспоминают же о Каддафе, о Саддаме Хусейниках, знаете, как о неких там, не знаю, как ангелов. Тогда я горжусь своей страной, представителей политической партии, которые приезжают и беспокоятся настолько об Африке. Откуда я знаю, может, завтра будут закрыты здесь вещания СНН и всех остальных, как и... Но я думаю, не надо. За реваншизм именно экспансионистскую политику, да. Я говорил все-таки, вот мы как-то реагируем, а все-таки, с моей точки зрения, дискурс плохотнюк... Серьезнее, правильно, скончури серьезно. Это кодифицированные месседжи, которые посылаются западным политикам. И неважно, вот он затрагивает какие-то проблемы, но все понимают, что, говоря о этом, он имеет в виду совсем другое. Имеет в виду, господин плохотнюк, что я ваш политик, вы меня должны поддержать, потому что я на вашей стороне, и вы... И потому что я единственный у власти сейчас. И вместо того, чтобы толкать лесть, которую западные политики любят, но они не всегда ее принимают, намного легче выдавать вот эти кодифицированные месседжистики, которые сразу становятся понятны. А, политик за то, чтобы за вывод войск из российских войск, значит он наш, автоматически. Сейчас Валерий будет возмущаться насчет войск. Если он хочет поменять миротворческий формат, то это опять, это наш политик. И вот только такими месседжами можно как-то завоевывать внимание тех западных политик, которые, к сожалению, для Демпартии не полностью на стороне вот такой прозападной партии, которая имеет этот олигархический, скажем так, элемент. Ну не только месседжи, еще же, ведь смотрите, у закона об антироссийской пропаганде, это уже не месседж, это уже какие-то конкретные. И, кстати, по НПО, последние инициативы по НПО, они тоже как-то формулируются против пророссийских НПО. Да, у нас же в Молдове появились памятки, как борются с российской пропагандой. Некоторые пишут, представляете, списки, списки этих самых агентов, влияния. Ну вы точно есть в этом списке, поэтому поделитесь. Да, и господин Андреевский попал туда, наверное, он крот, который заслан в Европейскую интеграцию. Но я должен вам сказать, что наши прозападные НПО тоже сделали списки врагов, скажем так. Они так не названы, но они названы. Нет, мы приехали, знаете, люди. Я в этих списках буду уважать тех людей, которые появились и в том, и в другом. Я всегда говорю, заезженный уже много раз говорил, что когда я слушал ВЭФ и «Голос Америки» в детстве, я очень жалел, да, и мне было стыдно за свою страну, что я могу смотреть только программу «Время», а не могу слушать там «Севу Новгородца» или кого-то, да. А вот сейчас эти люди, которые мне говорили о свободе, да, я горжусь своими российскими коллегами, черт возьми. Их призывают арестовывать, их не пускает в Кишинев, их депортируют, им не дают открывать рта. О чем это говорит? О полном проигрыше, понимаете? О полном поражении. То есть они не могут выиграть войну, как бы вот эту пропагандистскую, да, в равном честном бою, в равной честной дискуссии. А почему не получается? Потому что вот есть то, что я говорил. Ливия, Сирия и так далее, люди не глупые. Они видят, кто начал войну, они видят, кто разрушил мир. Они видят, что империя зла, которая называлась «Севистская война», она ушла из конфликта, когда конфликты только разгорелись. Вам, наверное, заявление посла США было как бальзам на душу. Он сказал, что он не понимал. Вот что только не делает. Да, что только не делает. Бомбим, а они, понимаете, да. Мы им напалм сбрасываем, да, как Маккейна, а они нас не любят. Ладно, бог с ним. Давайте скажем так. Господин Плохотнюк все правильно делает. Почему? Потому что, как очень такой толковый и опытный менеджер, да, надо дать ему должное, раз он победил, да, вот и съел всех в этом нашем, так сказать, политическом небольшом зверинце, да. Он оказался альфа-самцом, который все остальные, понимаете, сидят или где-то в камере, или где-то в другом месте, да. Вот ему сегодня очень важно застолбить себя как главного защитника западных интересов. И у Запада нет другого выхода, чем признать его главным защитником интересов. Но они не соглашаются. Но они не соглашаются. Конечно, они не соглашаются для того, чтобы заставить его сделать большее, понимаете. Вот как у нас есть соглашение, большее за большее. Или, если штатам и европейцам, особенно штатам, не нравятся те силы, которые есть у власти, что иногда бывает в некоторых залах. То, что у нас было, жгут парламент. Это всегда в Молдове использовалось больше, как штатам. Я сейчас был с визитом в Баку, и во время посещения парламента, там один из азербайджанских депутатов сказал мне, видите, какой шикарный парламент мы построили, да, действительно. У них там очень все красиво, город, конечно, просто сумасшедший. Я видел, что Син за 25 лет можно сделать. Он говорит, вы знаете, мы недавно читали заявление вашего бывшего президента Воронина, что у вас некий гражданин Алис Григорьевс, я, конечно, не знаю, это правда или нет, но Воронин сказал, устроил у вас революцию и сожгли парламент. Алис Григорьевс приехал к нам, мы черезновидели его, выслали. И вот построили хороший парламент, понимаете? Получается, прав был Владимир Воронин, да. Да, может быть. Я не знаю, это на совести Владимира Владимировича. Что делает господин Плохотнюк? Господин Плохотнюк, как опытный менеджер, он, конечно, бьет одним патроном несколько сразу вальшников, да? Значит, почему? Он, конечно, понимает великолепно, что у Запада нет, слишком мало времени до выбора, и у них нет сегодня на правом фланге никого. Правый фланг разбит. Вот здесь во время именем лидера правого фланга называют в деревне Кобыл, значит, крестьяне, и это выносится на прессу, вот я недавно читал, то это ясно, что там победы этих паровых партий на выборах не будет. И им ставить не на кого, кроме как на господина Плохотнюка. Он это прекрасно знает. Ну а чего же, а Майя Санду? Нет, ну давайте, давайте скажем так. Рейтинги хорошие, правда? Это не президентские выборы, это будут парламентские выборы. А там для Майя Санду будет самым страшным врагом господин Анастасия и тех, кто будет рвать ее на своем фланге. И господин Верил Чеботару и все остальные. И будет такая рвакля, понимаете, потому что Майя Санду на электорат Додона. А вот господин Плохотнюк, электорат Додона, будет с удовольствием разрывать. Вы понимаете? Дайте договорить. Да, да, пожалуйста. У господина Додона своеобразный электорат. Он состоит из двух частей. Это где-то 10-15%. Это те, которые всегда будут за него. Это то, что он наследовал у коммунистов. Они будут всегда поддерживать за то, чтобы были хорошие отношения с Москвой, за мягкость с Приднестровьем и так далее. Но остальные у него, тот остальной электорат, он хотя хорошо относится к Москве и очень-не очень хорошо воспринимает некоторые западные ценности, которые навязываются, гей-парады и так далее, но они все-таки больше промолдавские электораты. И вот когда господин Плохотнюк делает такие заявления, он вынуждает господина Додона на обратное заявление, на обратную реакцию. А вот этой обратной реакцией господина Додона надо быть очень осторожным, потому что он рискует отсечь этот электорат, который всегда в любом конфликте, даже с Москвой или с Тирасполем, будет на стороне Кишинева. Так уж сложилось. Поэтому у господина Додона очень сложная сейчас эта ситуация с электоратом. Я думаю, что с этим связана более жесткая такая его риторика в отношении с Приднестровьем. Но тем не менее, я думаю, что... А что, у господина Додона прекрасное отношение с электоратом. Да, он то есть продолжает говорить... Господин Плохотнюк это все понимает и предпринимает. То, что делает господин Додон, он тоже это прекрасно все понимает и старается это нивелировать. Я бы не говорил, а сегодня очень многие говорят, что есть, дескать, существует там тайный союз между господином Плохотнюком и Додоном. Они сегодня друзья по несчастью. Понимаете? Они понимают великолепно, что конфликт между ними сыграет на руку их противникам. Они пока не могут конфликтовать. Но, как говорил Конфуций, на ветке власти два соловяя не поют. Конфликт между ними это просто проблема, это дело времени. Это вопрос времени, да. Я все-таки вклинилась. Хочу, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с внешней политикой. Господин Чурин, может быть, не надо смотреть уже с точки зрения интересов социалистов или с точки зрения демократической партии. Ведь смотрите, что у нас получается. Очень просто начинаешь понимать, что происходит, когда тебя просят пояснить твои зарубежные друзья. А, собственно говоря, какая у вас внешняя политика? Что происходит у вас в стране? У вас это как? И вот для того, чтобы ты примерно ответил на этот вопрос, ты должен рассказать им всю внутриполитическую борьбу, которая существовала. Я себе представляю, что ты так. Я не оттуда поймут. И они смотрят, да. Людмила, вы приехали с Москвы. Вы когда приехали с Москвы, вы там пытались людям в Москве объяснить, что происходит в Молдавии? Я не то, что пыталась. Я с политологами спорила, но политологи не были подготовленными людьми. А простому человеку, если начать объяснять, особенно еще, знаете, я сравниваю с простым человеком, знаете почему? Мы всегда будем родные из России, потому что нас там хорошо понимают и знают наши проблемы. Сколько раз был президент США в Молдове? Не раз. Понимаете? И спросите вы президента США где-то в Молдове, он будет долго ее искать. Знаете, как в том анекдоте. В Москве лучше знают наши проблемы и лучше понимают. Когда проезжают люди с Запада, я особенно читаю, что пишут мои западные коллеги о Молдове, это на уровне букваря. Знаете, вот в Молдове есть прорусские и прозападные. Они дерутся и непонятно, кто победит. И побеждают в переменном успехе. В раз в переменном успехе. Через какое-то время. А для нас это не шоу «Зарница», понимаете? Для нас это очень большая проблема, которая грозит при нашей расколотости нашей страны, потому что у нас есть Приднестровье, Гагаузия, наш электорат на правом берегу расколот. Для нас есть масса опасностей здесь, понимаете? И если мы не будем думать об этих опасностях, а дальше раскалывать страну в таком виде, играть в эти векторы, мы можем прийти к тому, чему пришли наши недавние соседи. Валерий, я вас умоляю. Дайте, пожалуйста, ответить на вопрос, который я адресовала в принципе. Извините. Все-таки мне интересно еще, что думает и он. После ответа господина Деменецкого я не могу вспомнить ваш вопрос. Да, я имею в виду, что, понимаете, интересы социалистов, интересы Демпартии и ту внешнюю политику, которую в силу возможностей проводят их лидеры, как это сказывается на стране? Потому что, понимаете, у нас есть Приднестровье, совершенно верно, здесь говорит Валерий. Очень сложно понять, в каком направлении сегодня движется Молдова. Раньше что говорили? Евроинтеграция. И приседали тут же. Понимаете? Теперь уже не приседают. Но все равно вопросы... Это не все. Все-таки в желтые любили. Мы знаем, какие политики. Я думаю, что, конечно же, такой односторонний радикальный месседж евроинтеграционный, его уже нет. Но это не из-за того, что его не формулируют. Демократическая партия продолжает довольно-таки радикально его озвучивать. Правда, демократическая партия – это не либеральная демократическая партия. И по отношению к ней существует меньше доверия в том, что она последовательно будет продвигать. Всегда у правых, а следовательно у западных партнеров правых возникают смутные сомнения, что демократы – они не настоящие евроинтеграторы. Они какие-то лжеинтеграторы. Мутные. Да, что они неискренни. Нехорошее слово, но подход. Что они какие-то злоумышленники, которые скрываются за евроинтеграционными месседжами. И поэтому полного доверия нет. И поэтому вот эти евроинтеграторские, скажем так, месседжи, они не доходят, не достигают той цели, которую демократы хотят достичь. Это с одной стороны. Просто народ не верит, господин Чурин. Ну, давайте так, не народ. Ну как? Мне сложно говорить. Вы же видели рейтинг. Я имею в виду элиты. Элитинг-партии. Понимаете? То есть народ получается, да, на сегодняшний день они как апологеты евроинтеграторы. Не обязательно народ реагирует на вот эти евроинтеграторские месседжи. Это элитные месседжи. Они нацелены в первую очередь не на народ, а на определенные влиятельные круги, кстати, и на Западе, и здесь у нас, чтобы вот создать вот это ощущение того, что демократическая партия занимает вот этот европейский фланг. Это с одной стороны. То есть ослаб. Нужно признать, что ослаб проевропейский месседж. Месседж, несмотря на то, что демократы стараются. И, скорее всего, искренне стараются. А с другой стороны усилился пророссийский месседж. И его олицетворяет господин Додон. То есть у нас появился... Мы вернулись после определенного времени к определенному состоянию равновесия, политического равновесия. Я имею в виду и в дискурсивном плане, не только в плане действий политических. И вот это равновесие, оно с точки зрения многих лучше, чем то состояние однополярности, которое присутствовало раньше. Поэтому я не знаю, в чем, скажем так, состоял ваш вопрос. Но в международных отношениях постоянно существует этот вопрос, что важнее, лучше биполярность или многополярность. Вот у нас этот вопрос, что лучше, однополярность, когда все говорят только за Европу, или биполярность, когда присутствует этот месседж. С моей точки зрения биполярность лучше, потому что представлено, вы очень так заботились о народе. Вот народ, он тоже присутствует в этих дискуссиях, потому что все-таки народ, он больше не проэлитный, он про восточный. Это, скажем, такой подход, который не является элитным у нас. Запад у нас считается элитарным, модернизаторским и так далее. Поэтому у нас установилось состояние равновесия. И всем от этого, я думаю, лучше. За исключением есть возмутители спокойствия. У нас есть возмутители спокойствия на правом фланге. У нас есть один возмутитель спокойствия, может быть два, но один, который находится в Москве на левом фланге. И у нас есть их, скажем так, агенты влияния на Западе, которые не хотят принять эту биполярность, которые не согласны с этой биполярностью и которые будут все время мешать консолидации вот этого состояния. Но если... Да. Вот, господин Чуре, знаете, чего больше всего боятся... Сейчас, Валерий, вы будете отвечать. Я просто хотела бы уточнить. Знаете, чего больше всего боятся лидеры, политики, элиты мировые? Знаете, вот когда они рассматривают какую-то ситуацию в какой-то определенной стране, пусть будет, да? Знаете, чего? Они боятся непредсказуемости. Вот для них страшнее нет ничего. Для них уже, знаете, когда уже они понимают, вот чего ждать, что будет, вот им проще. А когда вот в стране происходят какие-то такие вот моменты, когда они вообще не понимают. Вот посол же Петит, да, он же честно сказал, я не понимаю, что только они делали с этой Молдовой. Я не думаю, что непредсказуемость является... Вот я абсолютно с этим не согласен. Наоборот, последние тренды говорят о том, что как США, так и Россия, они хотят создавать зоны непредсказуемости, потому что в этих зонах непредсказуемости легче воздействовать на политическую элиту. Но это не касается вопросов безопасности. Они хотят предсказуемых партнеров до невозможности, да? А если мы учтем, что у нас сейчас стоит вопрос НАТО, офис которого перенесли на сентябрь, что мы находим... Та самая буферная зона, знаете, в предсказуемости заинтересованы все. Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, но я так считаю. Нет, я думаю, что Молдова не настолько... Как раз в Молдове желательно для многих, как на Западе, так и на Востоке непредсказуемость. Молдова не может взорвать весь этот регион. И поэтому в Молдове желательно... Даже путем Приднестровья? Нет. Даже без Приднестровья. Хорошее заявление, да. Даже без Приднестровья. Поэтому вот в этом проблема Молдова, и в этом проблема элит, создать предсказуемость и стабильность, потому что извне этой предсказуемости и стабильности не будет. Потому что каждый будет, и те, и другие будут создавать моменты непредсказуемой нестабильности. Вы знаете, я когда-то в 90-е годы в Настасе выступал посол Добрынин, который 40 лет проработал в США. Крепский кризис. Да, это очень известная политика. Очень, очень, да. Но я был тогда молод, и еще, может быть, наиве, мне было всего 30 с чем-то лет. И когда он сказал мне, что американцы иногда ведут себя в других странах, особенно третьего мира, как славные посудные лавки, я подумал, ну да, вот что вы бы мне говорили. Они бы все уже как бы заняли, везде устроили свои гражданские общества, в неправедительстве, все устраивает и так далее. Но вот сейчас, когда я услышал господина Петита, я понял действительно, что Добрынин был прав. Зачастую они подходят схематично к этим вопросам. Вы с нами или с ними? Нельзя в любую страну лезть своим монастырем. И это вот то, что сделали на Украине, для меня это... Кому это хорошо? Украинскому народу? Нет, конечно. Понимаете? Стране украинской тоже нет. Понимаете? Вот то, что случилось там, где столкнулись интересы двух больших держав, и, скажем так, все действовали уже без правил, да? Вот они пошли на это столкновение. Украинцы пострадали. Вот именно этого и не хочу. И я думаю, что когда мне рассказали о том, что когда в Киеве некоторые горячие полевые командиры говорили о том, чтобы замутить что-то в Приднестровье, вот сказали так, что некоторые американские товарищи, они имеют большое влияние в Киеве, судя по тому, как там садится Байден во главе стола и так далее, они сказали, что Боже вас упаси, не дай Бог, не дай Бог, пальцем не трогать, да? И они были в этом отношении, думаю, что сделали правильные уроки, и поэтому я не верю в то, что в Приднестровье может что-то такое случиться. Оно может случиться, небольшая какая-то заварушка в случае, если у нас очень не будет что-то ладиться с выборами в будущем году, знаете, надо будет состроить какую-нибудь антироссийскую вещь, да, чтобы как-то вот этот молдавский электорат отодвинуть от российского вектора. Это может быть устроено, но это будет такое, знаете, что типа очередная такая ламбада, вот, но я не думаю, что будет какой-то конфликт и так далее, потому что конфликт сегодня здесь новый, никому не нужен. Люди не знают, как вылезти из тех, которые уже состроены. Они очень сложные, да, и вот сегодня, я думаю, что если два с половиной часа говорили об этом Трамп и Путин, да, очень многие скептически относятся к этой встрече, я не отношусь скептически, почему? Потому что после той истории, которую рассказывал Добрынин с парижским кризисом, когда-то Киссинджер, да, с помощью Киссинджера, Никсон и Брежнев выстроили систему тормозов в таких конфликтах. Знаете, вот я очень хотел бы, чтобы между двумя державами ядерными, да, была вот такая система тормозов. У них очень много есть интересов и в Крыму, и на Украине, и в Молдове и так далее. Но тормоза нужны, да, вот чтобы это была система тормозов. И то, что сейчас появились новые люди, да, которые будут отвечать за какие-то направления, говорит о том, что никогда Россия и США не будут партнерами в том смысле, как это было в 90-е годы при несчастном Козыреве, да, и при пьющем Ельцине. Но у них есть свои интересы, у каждой страны есть свои интересы. Это нормально, они их будут отстаивать, это будет жесткая политика, они будут конкурировать, они будут это будет очень интересно, потому что здесь писался и Китай, и Евросоюз сегодня, у них разлад в Соединенных Штатах Америки после прихода власти, и у Трампа очень непростая ситуация, у него такие гири висят. Это все будет очень интересно. И вообще в мире очень тревожно. Но мы должны при этом иметь трезвую голову и нормальный вертикаль власти, которая не допустит здесь скатывания к новой. Соглашусь, будет реплика? Нет, я так замечаю, что после вашего приезда из Москвы у нас уровень дискуссии повысился, мы начинаем затрагивать какие-то глобальные темы, но мы, я чувствую, и я, и господин Демидетский еще не дотягиваем до этого уровня, потому что там, к сожалению, мы комментаторы местного разлива. У меня даже слышится комплекс неполноценности. Я только рассчитываю, что это было такое ненавязчивое предложение звать вас еще раз. То есть, человек надо тренироваться. Да, я боялся, что... А вообще, если говорить о внешней политике, с очень многим согласны, о чем говорил Валерий, о чем говорили вы сегодня, Корнелю. Ну вот все-таки у Молдовы есть, знаете, какая такая, на мой взгляд, особенность. У нас очень многое зависит от того, кто вот у власти в конкретный момент. Вот можно писать концепции, что угодно. А приходят какие-то силы, заключаясь с какой-то другой политической силой, некий альянс. И что будет одному Богу известно? Им самим даже неизвестно. Нет, я думаю, что у нас вырисовываются какие-то вот такие центры власти. А как они дальше разберутся между собой, это интересно. Для меня самое страшное, чтобы у нас не было прихода очередного, ну вот я называю это синдрома Михаила Саакашвили. Знаете, когда человек, который уже не понимает даже тех, кто им управляет. Вот, понимаете. Будем надеяться. Благодарю вас за участие. Правду позову еще, потому что мне самой стало интересно. Я думаю, что телезрителям и было тоже. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова